Всем хай, друзья! С вами я, Желый Кур. Сегодня снимаю для вас видео о паленых вансах и смогут ли они выдержать катку на скейтборде. В общем, купил вансы в магазине Fashion Family за 850 рублей паленые вансы. Вот так они выглядят, смотрите. Ну, сделала в них два раза Оля. Подошва четкая, короче, они очень похожи на настоящие вансы, но отличаются они от настоящих тем, что, во-первых, тут ткань говно, а во-вторых, тут люверсы. У настоящих вансов нет люверсов. И, значит, сегодня я сделал несколько трюков на скейтборде, и мы посмотрим, как быстро сотрутся вансы за 850 рублей паленые. И вообще, можно ли брать паленые вансы себе на катку? Стоит ли это делать? За маленькую сумму денег покупать себе кеды, которые могут очень быстро порваться. Сегодня мы проверим, быстро они порвутся или нет. Вот, отходил я в них где-то месяца 4, и вот они пришли вот в такое состояние, в принципе, убитые, подуставшие. Вот, и поэтому сейчас мы сделаем пару крючков и посмотрим, как быстро они порвутся. Друзья, резинки, конечно, жестко отошли. Там, походу, вообще какое-то говно клей. Человек, вообще не держит. Да, ну вот, там еще, походу, какая-то ткань. У тебя настоящая, да? Да, оригинал. А люверсы? Так это... Да ладно, ладно, да. Я угораю. Ну, тут, слушай, у тебя много чего напихано. Ну, типа, у тебя там ткань по ткани еще. Не, но резинка держится. И резинка, кстати, реально держится. А здесь резинка вообще нахер не прошла. Замутил пару крючков для вас, вот вы сами только что видели. Смотрите, мастер-кубирка стала больше. Соответственно, со временем она будет рваться. Все сильнее и сильнее. Вот, я думаю, что через какое-то время они все-таки порвутся. Ну, конечно, как и все кеды, в принципе. Но эти порвутся быстрее, потому что ткань говно полная. Вот. Резинка, в принципе, тонкая, но она выдерживает. С этой стороны отошла подошва. Ну, и, в принципе, тут отошла подошва. В общем, я думаю, что их хватит на неделю с заплатками. Это точно. Я вам обязательно скажу в каком-нибудь из видео, насколько мне хватило этих кед на катку. Вот. Но, в принципе, от одного дня катания особо ничего не будет. Только вот дырка будет, соответственно, от Оля. И от кик-флипа будет, или от трехи будет сильнее рваться ткань. Вот. Но можно сделать заплатку. И, в принципе, норм. И что я вам хочу сказать, то, что в них реально удобно. В них реально удобно кататься. Ну, не как на настоящих, конечно, басах. Но удобно. То есть, удобно ставить рюки. Я сам офигел. Не ожидал такого. От этих кедосов. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, друзья, скоро мы с вами снова увидимся в моих новых видео. Всем пока! Пока!